Это Регина Тодоренко, бывшая гражданка Украины, нынешняя предательница Украины. Она отказывается говорить правду о том, что натворила Россия в Украине, взамен получая кровавые рубли. Она выбрала грязные миллионы вместо своей семьи. Она выбрала быть ничтожеством взамен на элитный дом. Сейчас вы узнаете правду о Регине Тодоренко. Присаживайтесь поудобнее. Давайте попробуем выстроить логическую хронологию. Начнем с этого видео. Все-таки тебе не удалось избежать в 2014 году. Все равно у тебя было много хейтерских сообщений. Вот ты предательница, ты то, ты это, ты предала страну, ты не высказываешься. Вот тебе обидно тогда было это все слышать в свой адрес и вообще продолжать молчать? Нет, мне не обидно было, потому что я считаю своим долгом не разводить информационную войну. А я лидер мнений, на мне слишком много завязано, на мне слишком много ответственности. Очень много ответственности. Да так много, что аж не задумываясь о последствиях, Регинка выкладывает довольное фото с покупкой новой игровой приставки. И это в день аннексии Крыма. Так много ответственности на ее плечах, что во время пожара в Доме профсоюза в ее родной Одессе Тодоренко выкладывает фото из салона красоты. Десять лет Тодоренко молчала. Молчала и держала свой язык там, где рождаются ее песни. Она молчала, когда Россия оккупировала Донецк, Луганск и другие населенные пункты. Молчала после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Она молчала, когда россияне зверствовали в Мариуполе и Буче. Она молчала, когда ее бывшие коллеги просили ее не молчать и всем заявить о своей позиции. В лице Регины я обращаюсь ко всем нейтральным блогерам на территории РФ. Всем этим веселяющимся Ивлеевым, растекающимся в сожалениях Алином Островским, истерично срывающимся с Сабурогом, вечно релаксующим с Жиганом и испуганным Ани Лораком. Это война. Здесь нет полутонов. Ты или против, или за. Даже невысказанная позиция является позицией. Каждое наше действие или бездействие приводит к результату. Хотим мы этого или не хотим. Мы закликали публичному, мы разговаривали лично, мы писали, наводили факти, чому не нужно молчать. Но все было марно. К Тодоренко обращались многие артисты, но ей было все равно. Она продолжала молчать, при этом танцуя и попивая на федеральных путинских каналах. И как она сама заявляла, сохранять нейтралитет. Очень просто сложно сохранять какой-либо нейтралитет. Просто обидно, что зачастую артисты становятся камнем преткновения в таких случаях. И как бы вся агония, вся травля падает на плечи именно обычных певцов, которые зачастую и не разбираются в этом всем. Хм, действительно, и почему так? Ну, не хотят разбираться в этом всем артисты, но отстаньте вы от них, это сарказм, если что. Зачем разбираться, если молчать куда удобнее? Вот только молчание зачастую бывает очень громким. Из-за молчания можно потерять все, даже самых близких людей. Говорить нужно не о политике, а о своих чувствах. Она так закончилась наш последний с братом разговор. Несмотря ни на что, я говорю, просто мы больше не будем ничего обсуждать. Всего несколько месяцев назад Регина Тодоренко прервала свое молчание. Молчание, которым она так кичилась. И сделала это очень цинично. Уроженка Одессы, певица Регина Тодоренко, окончательно предала Украину и получила российское гражданство. Сделала она это за несколько дней до так называемых выборов Путина. И, конечно же, приняла в них участие. Теперь все стало на свои места. Певичка ртом взяла российское гражданство. И это во время ежедневных обстрелов Одессы российскими баллистическими ракетами. Одессы, в которой она родилась и выросла. Одессы, в которой до сих пор живут ее родители. Одессы, в подвалах которой прячутся родственники Регины Тодоренко, пытаясь скрыться от путинских ракет и выжить. Что же движет Региной? Должно же быть что-то, почему она решила себя так вести. Даже не знаю. Хотя нет, знаю. Так за сколько же рублей Тодоренко предала свою страну и своих родителей? Ну а сейчас 5 миллионов тратишь в месяц, как я узнала. Это прямо, ты знаешь, круто путь. Ну это знаешь, я для себя чуть-чуть по-другому это трактую. Я трачу эти деньги не потому что, я просто их выбрасываю на ветер, не на какие-то прихоти. Я даю возможность заработать большому штату людей. Но подожди, ты так говоришь, как будто ты оправдываешься. Оправдываешься, это же твои деньги, ты их не украла, не где-то распилила какой-то госбюджет, ты сама заработала. Нет, конечно нет, бюджет разворовывают ваши политики. А уже потом делятся с Тодоренко какими-то там миллионами. Главное, чтобы молчала, ой. Уже даже не молчала, а наоборот, прославляла Россию. Да-да, теперь Тодоренко занимается этим взахлеб. Она ведет программу на Рост ТВ, в которой рассказывает о крутости жизни на Москве и о просто шикарных условиях жизни россиян. Она не стесняясь кричит с экранов телевизора о том, какие качественные дороги в России и как же быстро развиваются российские города. Как вы поняли, суть программы проста – облизывать Россию матушку. Вот только есть один нюанс. Программа эта украдена. Украдена как унитаза из украинских домов. Украдена как стиралка у украинской бабушки. Украдена как енот из украинского зоопарка. Да-да, это полная копия украинской программы, где один ведущий живет по-богатому, а другой по-бедному. Что ж, тут даже удивляться не будем. Только Оригинка взяла российское гражданство, сразу полезла красть. И как там у них это работает? Откровенно говоря, можно было давно понять, кто такая Регина Тодоренко, еще с того момента, когда она всем рассказала секрет, на котором держалась это шоу, при этом нарушив условия контракта. Эта карточка, она существует, она есть, но она существует как символ богатства. Потому что все-таки эта программа, которую мы снимаем, это не в некоторых моментах это постановочное шоу. Потому что чаще всего гостиницы даются нам по бартеру, да, и мы снимаем в них не двое суток, а всего лишь три часа, потому что вот нам выдают времени на три часа. Вы можете снять сейчас здесь бассейн, джакузи и скорее уехать, потому что у нас жильцы, король Амана приезжает. Даже ножки не помочив там. Да-да, собственно говоря, вы видите в телеке, что мы только ноги и мочим. А ночуют они все там, где за 100 долларов, да? Да, да. Все понятно. Это правда. Да, тут, собственно, и стало понятно, кто на самом деле есть Регина Тодоренко. Впрочем, это не единственный скандал, который дает повод задуматься, а все ли там в порядке с головой. Помните, когда Тодоренко обвинила женщин, над которыми издеваются мужья, в том, что они сами в этом виноваты? Да. Психологически больным человеком, да, вот, который там берет камеру и говорит, боже, мой муж меня бьет. Ты че, ну, ты как бы, у тебя есть мозги вообще, как бы, что с мозгами в данный момент происходит? Наверное, какой-то критический момент наступает, чтобы вот такое сказать. Мой муж меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделал для того, чтобы он тебя ударил? Так, что-то из-за одной глупости Тодоренко мы отвлеклись от другой глупости Тодоренко. Такс, давайте перейдем к деньгам. Сколько российских денег ежегодно имеет Регинка? Благодаря недавнему молчанию о нынешнему лизанию, Регина Тодоренко в год зарабатывает около 1 миллиона 600 тысяч долларов. А также имеет дом в Сосновом Бару. Это место считается одним из мест для жилья элиты, российской элиты. А сам домик выглядит так. Интересно то, что Тодоренко заявляет, что дом с мужем они арендуют, но почему-то все вещи, мебель, технику они завезли туда из своего прежнего жилья. Я немного промолчу, а вы посмотрите фотографии из дома. Напишите, есть схожесть со вкусом пшенки? Интересно, этот вкус появляется вместе с любовью к России? Вот такой домик. Как там говорится? А намолчала? Уж лучше бы ты первым способом дом себе купила, не так стыдно было бы. Спасибо, что смотрели. Напишите, что думаете по поводу предательницы. Нам очень интересно ваше мнение.